Доброе утро! Вы смотрите выпуск новостей на Катунь 24. С вами Егор Матаев. И как всегда, начнем с главных тем. Сносить аварийные дома продолжают в краевой столице. Всего разрушено более 50 строений. Пять шлемов виртуальной реальности презентовали в Государственном художественном музее Алтайского края. Какие экспонаты можно увидеть? Лучшие из тысячи работ подведены итоги международного конкурса фотографии «Живая природа Алтая-2022». В Барнауле продолжают сносить дома, непригодные для жилья. Об этом сообщает официальный сайт краевой столицы. Всего в 2022 году разрушили более 50 аварийных домов. Жильцов расселили по программе переселения. В 2023 году снесли уже 6 домов. А сейчас ведется поиск подрядчиков. Их задача еще 22. Сначала дом отключают от системы инженерно-технического обеспечения. Работы по сносу идут локально. Рабочие демонтируют конструкции здания. Затем с площадки вывозят строительный мусор. Там, где это необходимо, разравнивают территорию. Всего в 2023 году планируется ликвидировать более 50 аварийных домов. В рамках федерального проекта «Чистая вода» прошли работы в селах Новоегорьевском и Петропавловском, а также в микрорайоне «Спутник» Барнаула. В селе Новоегорьевском пробурили две новые скважины и построили более 10 километров водопроводных сетей. Еще один объект расположен в селе Петропавловском. Там реконструировали 18 километров водопроводных сетей, установили 6 резервуаров чистой воды, построили две водозаборные скважины и насосную станцию. В этом году начнут реконструкцию водозабора в казенной заимке. Продолжат работы в селе Родина и в микрорайоне «Спутник» Барнаула. И к другим темам. В Алтайском крае создали региональный штаб комитета семей воинов Отечества. Организация оказывает все виды помощи и поддержки семьям мобилизованных. Основная задача штаба – выстроить систему эффективных коммуникаций с семьями абсолютно всех участников СВО, мобилизованных с территории Алтайского края, кадровых военнослужащих, тех, кто отправлялся по контракту с территорией других субъектов, а также добровольцев. Об этом нашему телеканалу в эфире программы «Интервью дня» рассказала руководитель регионального отделения Татьяна Коробова. Комитет семей воинов Отечества начал работу в Алтайском крае с начала января. Включаем в себя структуры по помощи социальной, психологической, юридической, медицинской. Сюда можно написать обращение, либо обратиться по телефону, либо по адресу местонахождения комитета. Мы обрабатываем все виды обращений и стараемся в короткие сроки дать ответ. Для девятиклассников состоялось итоговое собеседование по русскому языку. Его успешное прохождение станет для них допуском государственной итоговой аттестации. Испытания в краевой столице прошли более 7 тысяч учащихся. Ими было предложено 4 задания. Чтение текста вслух и его пересказ. Монологическое высказывание по одной из выбранных тем и диалог с экзаменатором-собеседником. Для школьников, получивших незачет или не явившихся на собеседование по уважительной причине, предусмотрены дополнительные резервные дни. 15 марта и 15 мая 2023. Напомню, основной период государственной итоговой аттестации для девятых классов стартует 24 мая и продлится по 1 июля. Почетный знак «Пламя науки» в номинации «Ученый года» получила историк Елена Брюханова. Она составила большую базу данных о житиях сибирских городов конца 19-го, начала 20-го века. Одна сало топиная, четыре маловаренные, четыре свечные и одна содовая. Так выглядела химическая промышленность Барнаула в 1879 году. Эту информацию опубликовали в открытом доступе благодаря исследованию историка Алтайского госуниверситета Елены Брюхановой. Вместе с командой из архивистов, информатиков, математиков и географов, она собрала и представила подобные статистические данные о всех сибирских городах. В начале 20-го века в Барнауле у нас было три библиотеки, было три учебных заведения, была одна мечеть, 39 постоялых дворов и гостиниц, и работало 206 извозчиков. Для города, не губернского, просто уездного, это довольно большой показатель. Проекту уже четыре года. Этим летом он получил поддержку Российского научного фонда, что дает возможность продолжить исследование. К команде Елены уже обращались московские коллеги. Они попросили собрать данные о составе семей сибирских горожан. Кроме того, теперь любой сибиряк может попробовать найти в базе данных информацию о своем предке. А если, например, информация получится так, что встречается в разных источниках, то есть вероятность, что мы можем получить такую достаточно интересную информацию о человеке, его состав семьи, где он работал и где жил. А если за несколько лет, то еще и такую трудовую карьеру. Это, конечно, в идеале. И получится по немногим людям такую информацию собрать, но, тем не менее, мы будем к этому стремиться. В ближайшее время Елена планирует расширить возможности персонального поиска на сайте проекта. Юлия Шеламова, Алексей Михайлов. Новости. Пять шлемов виртуальной реальности презентовали в Государственном художественном музее Алтайского края. Их купили и оснастили благодаря средствам на масштабную реконструкцию основного здания музея на проспекте Ленина. Виртуальная программа длится 20 минут. Она включает прогулку по музею и знакомство с несколькими экспонатами из фонда художественного. Это живопись российских художников Григория Гуркина, Константина Маковского и Николая Богданова-Бельского. А также керамика Владимира Гориславцева, которая дополнена интервью художника, снятым в его мастерской. Кроме того, зритель может виртуально взаимодействовать с некоторыми объектами внутри сюжета при помощи специального устройства контроллера. Он в руке, мы его видим в виртуальном пространстве и специальным лучом, который уходит из этого контроллера, можем взаимодействовать внутри сюжета. Дрова можно подкинуть в печку, можно взять бублик, можно попробовать топить чаю. Сотрудники музея прошли обучение и теперь готовы помочь посетителям совершить виртуальное путешествие. А пробовать вир-шлемы можно по предварительной записи. Рассмер устройства подходит зрителям старше шести лет. Подвели итоги международного конкурса «Фотографии. Живая природа Алтая-2022». Конкурс прошел уже в 12-й раз. Он собрал более тысячи фоторабот под 100 авторов из разных регионов страны. Все фотоработы сделаны на территории Алтайского края и Республики Алтай. Это главное условие конкурса. Всего отобрали 70 лучших в двух региональных этапах. Их разместили в галереях Государственного музея истории и литературы, искусства и культуры Алтая. И в конце выпуска поговорим о спорте. 11 медалей завоевали алтайские спортсмены на юниорском первенстве Сибири по тхэквондо, прошедшем в Кемерове. В соревнованиях участвовали 147 спортсменов из 8 регионов Алтайского края. Республики Хакасии, Красноярского края, Новосибирской, Иркутской, Омской, Томской и Кемеровской областей. Алтайская делегация в составе 18 юношей и 9 девушек завоевала 11 медалей, в том числе 2 золотые. Чемпионами Сибири стали барнаульцы Дмитрий Почтарев и Яна Новичихина. К этому часу у меня пока все. Больше новостей увидим ровно в 13.00 в прямом эфире на Катунь-24. Ну а также напомню всем телезрителям, что эти и другие новости, которые прямо сейчас вы увидели в выпуске, вы всегда сможете найти на сайте katun24.ru и в группах телеканала в социальных сетях. Ну а с вами был Егор Матаев. Напомню, увидимся в 13.00 на Катунь-24. Субтитры сделал DimaTorzok